всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте почти бритьё наконец-то наконец-то я вышел из заслуженного отпуска давно не отдыхал а тут целый месяц отдохнул спасибо вам огромное возможность это первое видео в этом году и хотелось бы сделать что-то такое чтобы не только вам было интересно но и чтобы так что-то вот такое вот было поэтому все это будет конце а сейчас сейчас хотел бы вам сказать что у нас все нормально у нас все хорошо идешь по улице на солнышке 35 морду тянет кожу тянет нос тянет дышится прекрасно трещит все и снег в том числе в тенёх зайдешь там да там прохладно там уже минус 37 но чем привлекательной сибири за что люблю заразу это то что сегодня 35 37 а завтра 5 7 10 15 градусов и мои любимые 20 25 когда 20 25 за бортом это вот самый сенокос самое то идешь и не холодно не жарко не тепло не зябко не мокрое не тошно просто идешь и просто наслаждаешься природой это хорошо но у природы нет плохой погоды сами знаете так что как есть так есть он другим посмотреть как достается там то сель тут что-нибудь там обвалилась то что не затопило а у нас чего у нас он иртыши и все но если думать эту сторону там вот ну пара тройка речек еще на майкал уже так что нам тут расходиться некуда время провел не так как планировал потому что все это время думал что займусь опасными бритвами на самом деле практически не получилось потому что по работе одно второе третье пятое десятое нужно сделать это нужно сделать то а потом еще и получилось так что судьба судьба немножко вывернула что пришлось обновлять автопарк то есть все то что раньше было это три камеры там сколько получается порядка пяти объективов вспышка вот это все в кучу собрал и отдал за один единственный объектив сигма синие серии арт 50 100 на кое собственно сейчас и снимаем ну и плюс ко всему купили новую камеру это nikon z50 пока осваиваю пока осваиваю но это все привело к тому что нужно потратить время не только наслоение камеры на работке новой техники но еще и заменить систему на винде была семерка а нужна десятка потому что все те программы которые компания nikon выпускает до своей аппаратуры они рассчитаны именно на десятку меняем винду устанавливаем новые программы там то есть ну короче пара тройка дней только на это улетела потом освоение ну и потом вопросы с тайгой вопросы со стартом вопросы с калибри вас вопросы с байкалом тут вопросы 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 один на другой сейчас так вот накладывается 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 потом плюс к этому Ему еще и приходит Василич, говорит, Вадим, девочку нашел, о, в Инстаграме сечет на раз-два, говорит, сейчас будем еще Инстаграмом заниматься. У нас скоро станет не просто Инстаграм, а Инстаграмище. Есть еще задумка в Телеграме канал поднять, но я, к сожалению, в нем дуб дубом. Василич, ну, чуть получше, но тоже примерно в той же категории, был бы человек, который взял бы на себя это, вот это было бы здорово, вот это бы было дело. Но пока такого человека не нашли. Плюс кто-то из Вас хороший посоветовал там на один ресурс закинуть видосы, все закинул, плюс сейчас новые там будут объявляться. Ссылка вот сейчас где-то вот на это видео вот здесь вот появится, на этот ресурс, он что-то как называется, так вот не по-русски, сразу и не запомнишь. Плюс ко всему решил еще видео на Яндекс закинуть, а это тоже нужно время, то есть там скачать, здесь залить, там перезалить, оформить, брам-брам-брам. Ну, короче, так месяцы пролетел, плюс еще с онкологией ездил, там два раза анализы сдавал, там меня Вадим Анатольевич шкрябал, добрая душа. Вот есть люди, которые в жизни дня не работали и на мой взгляд самые счастливые люди, потому что, вот Вадим Анатольевич относится к категории таких людей, потому что те люди, которые ни дня в жизни не работали, они занимаются любимым делом. То, что для других, как они вот смотрят на него, вот он пошел на работу, да хрен-то там, он не на работу пошел, он пошел заниматься любимым делом, он от этой работы кайфует, он этой работой дышит, он этой работой наслаждается. И как следствие, он неравнодушный человек, он об этой работе знает все. Это заведующее отделением хирургии в нашей онкологии. Ну и когда последний раз с ним встречались, он, короче, достает свой одноразовый пинцет, ну-ка Вадим говорит, садись, и надевает перчатки, протирает спиртиком, и начинает этим пинцетом вот это место, просто знаете, вот как мы рыбу чистим, да, и вот так вот пинцетом, там кровища во все стороны хлещет, он говорит, держись, держись, все нормально. Ну ладно, раз он говорит, нормально, значит нормально, я сижу, а он там шкрябывает, говорит, так надо, терпи, ну я сижу, терплю. А он, когда уже закончил, так на меня посмотрел, говорит, молодец, по плечу похлопал, ну ладно, хорошо, молодец, значит, молодец. Говорит, все, будем переходить на квартальное, ну то есть раз квартал, ну слава богу, ух. Ну и когда он все это делал, он на лоб надевает какую-то такую, знаете, вот такую звезду, лину, из нее свет прет, ну как гипербалуид инженера Гарина. Я говорю, о, мне такую надо, она увеличивает? Нет, говорит, она только светит, увеличивает другая. Ну у меня есть, говорит, вот такие очочки, они там что-то в два раза увеличивают, но это, говорит, все фигня. Вот, говорит, у нас купили микроскоп, вот это, говорит, да. Стоит, в принципе, недорого, 14 миллионов рублей, увеличивает от 1,3 до 39,6 раза. Микроскоп непростой, микроскоп на троих. Говорит, сразу три человека могут в нем работать, плюс ко всему, если его совмещать вместе с СО-лазером, Я говорю, знаешь, какие вещи могу делать? Вот у человека, говорит, в гортане, говорит, я вот так вот могу без всякого, говорит, наружного вскрытия, говорит, что мне надо аккуратненько убрать, и будет замечательно. А микроскоп при этом, говорит, только помогает. Потому что, вот, говорит, я убираю новое образование, и, говорит, я четко вижу границы, где хорошая ткань, где уже нехорошая. И, говорит, вероятность того, что моя операция будет успешной, говорит, кратно, кратно, кратно возрастает. Я сижу, смотрю вот на этого человека, и я понимаю, что он счастливый, но он не работает. Он просто наслаждается своей работой. Так вот, ребята, дай бог каждому из нас вот попасть в эту струю и заниматься тем делом, что вы, собственно, любите. В некоторой степени я и себе могу то же самое сказать. Мне нравится общаться с вами, мне нравится делать бритвы, мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И, особенно, когда я вижу, что от этого, что ты делаешь, какая-то польза людям есть. Но это, знаете, это по кайфу. Это реально по кайфу. Ну, что? Ну, чтобы, наверное, закончить этот спич, давайте самое приятное, самое вкусное. Я, как и обещал, приберег на Апасля. Так вот, сейчас мы с вами пойдем на распаковку. Но на распаковку непростую. Она из солнечной Греции, как каждый из россиян знает, в которой есть все. Совсем недавно Петерс Макридис написал мне в ВК, говорит, Вадим Викторович, я, говорит, из солнечной Греции, говорит, дай-ка мне, брат, адрес, хочу тебе посылочку прислать. Я говорю, а, Петра, здорово, а я из солнечной Сибири. Я говорю, пошли в приват там пообщаемся. Дал человеку адрес. Ну, вот сейчас на эту распаковку вы и посмотрите. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. Второе же видео, которое вы видите вслед за распаковкой, обещаю, что оно будет просто бомбическое. Потому что там будет то, что, в принципе, в интернете там практически не найдете. Видео с такими бритвами, они, их нет. Те люди, у которых находятся эти бритвы, не пишут видосы. Они просто кайфуют от них. Так вот именно с такой бритвой и будет следующее видео. Это вам такой про аванс-анонс. Ну, все, пока-пока. На распаковку догоняйтесь. Вот такая красочная посылочка пришла. Таких марок я еще не видел. Видел с Англии, Бельгии, Германии, Эстонии. Литвы видел, Латвию видел. С Америки с марочками тоже приходила. С Израиля. Ну, Господи, конечно же, с Израиля тоже. А вот греческих еще не видел ни разу. Посмотрите, как они интересно выглядят. Ну, и давайте уже, наконец, посмотрим, что у нас там такое красивое водится в солнечной Греции. Петрос, я, конечно, знал, что в солнечной Греции живут жизнерадостные и нифига не жадные люди. Но вот судя по тому, что я сейчас вижу, в тебе какая-то частичка русской души-то тоже есть. Смотри, как на широкую так ногу. Ух, по-богатому. И тем более, что, вот слушайте, что-то есть такое, что булькает. А не знаю, почему у нас, наверное, на генном уровне заложено то, что вот то, что булькает, мы первое открываем. Так что давайте продолжим и поскорее уже откроем, что у нас тут прячется и что нам Петрос прислал из солнечной Греции. Ну вот, друзья мои, вот такие вот там штуки были. Вот если так по чесноку, вот тут нет ничего такого, чем бы я был не впечатлен. Первое, конечно, что я увидел, тут и дополнительные распаковки, то не нужно было. Это вот эти вот казинаки. Ну, кунжут вот с такими штуками, да у нас полно его. Он, хочешь в магазине, хочешь на базаре, хоть где-то. Но греческого, ребята, я не пробовал ни разу. И опять же, посмотрите, как это оформлено интересно. Это часть другой культуры, часть обычаев и способа приготовления другого народа, которые я раньше даже не видел. А вот благодаря Петросу я теперь могу вот это вот потрогать, пощупать, вам показать. Ну и даже попробовать. Вам, конечно, облом, но я попробую. Я вам потом расскажу, зуб даю. Вот, хорошие, интересные штуки. А дальше, ребята, больше. Давайте, наверное, самому-самому, что меня заинтриговало. Потому что, я честно сказать, вот здесь два пузыря. Вот они. Я не знаю, как к этому относиться. Потому что, вот если, например, вот это вот взять, кстати, оно маленечко протекло и чуть-чуть тут даже мокренько было. Я вначале, когда увидел 100%, думал, ни хрена себе спирт, что ли. Ну, спирт 100% не бывает. А потом, опять же, 1860-й. Ну, блин, а что, коньяк какой-то? Ну, на коньяк не похоже. Ну, хлоп, 42 оборота. Ну, наверное, водка греческая, да? И даже попробовал нанотехнологии привлечь. Ну, честно сказать, не очень-то продвинулся. Вот даже всемогущий гугл. Что ты мне тут скажешь? 100% морское узо путем дистилляции. Ну, вот и что тут можно понять? Варвагонис ООО Пламари Лесвас. Короче, не спасает нифига ничего. Вот я теперь и сижу и думаю. То ли это вовнутрь принимать, то ли это на морду лица мазать. Я хз. Ну, судя по внешнему виду, это вовнутрь. И, опять же, 42 оборота об этом как бы недвусмысленно намякивает. Но, с другой стороны, ну, как бы 42 в автошейвах это тоже как бы нормально. Он дежавюху, если взять, там вообще 70. Не знаю, не знаю. Петрос, тут нужно твое развесение как с этим пузырем, так и с этим. Потому что точно так же я не могу сориентироваться, что это, как это, куда это. Но если это автошейв, то прикольный. Прикольный. И, конечно, будет интересно попробовать. Но было бы глупо, если это, допустим, не автошейв, а если это для души. А я это буду все на лицо мазать. Так что, ребята, кто в курсе греческих напитков и автошейвов, подскажите, пожалуйста, что это такое может быть. Ну, может быть, даже Петрос вас опередит. И вот в комментариях напишет или мне в ВК. Пока, я не знаю. Ну, вот пока интересно. Давайте эту сторону уберем, потому что я вам сейчас буду показывать следующее. Что... Нет, вот первая торт у меня вот эта. Вот эта, потому что, ну, она была упакована так изящно. И вот смотрите, простые вещи. Вот эта бумага, оберточная бумага, она нежно-нежно-персикового, какого-то кремового цвета. И она такая-такая прям на ощупь. Ты просто понимаешь, что это красота, это изящество, это какая-то нежность, элегантность, это просто, ну, вот вкус. Это вот что-то такое просто, что вот просто-вот просто радость уже несет. И когда ты это разворачиваешь, там еще и вот это. Оливкового цвета, нежная бумага, вот такой с а-ля печатью под сургуч. Ну, понятно, что это не сургуч, понятно, что это какой-то пластик. Ну, посмотрите, как сделано красиво. А здесь еще вот так вот, бдыщ, опала. А дальше не гу-гу. Ну, понятно, что это мыло, ребята, но как оно пахнет. Это, это очень приятно. Это как будто ты вот утром проснулся, и даже еще вот не совсем-то утро, а из-за горы только-только первый лучик солнца появился, а у тебя под ногами нежно-нежно, совсем тихо шепчет океан. А где, какой океан? Там море. И с оливковой рощей, которая совсем вот рядышком, неподалеку, знаете, такой легкий-легкий шелест от пробежавшего мимо шаловлевого ветерка, который запутался в ветвях оливы и напоминает о себе. Вот такой какой-то запах. Просто феерический, бомбически офигенный. Он не мощный, он не выносит вам мозг. Ну, какой же он, сука, элегантный. Вот, очень понравилось. Прямо вот, это вот из заряда того, что даже разворачивать не хочется, хочется вот так вот положить, или сфотографировать, и вот я на тебя смотреть буду. Вот как в том фильме, да? Обалденная штука. Петра, спасибо. Второе меня торкнуло, ребята, вот это. Это не греческое, это Сапона де Барба ин крема. Бигноли, бигноли галатте. Артизант, дарам-дарам-дарам-дарам-дарам. С 45-го года работает. Ребята, я не знаю этого человека. У нас этих штуков еще ни разу не было на канале. Но я вам скажу, это так пахнет. Это просто абзац, как пахнет. Это полный ахтунг. Это 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 такая пряность. Это такой это, понимаете, это это настоящее. Это элегантно-мужское, древесно, вот со специями что-то. Но все это так сбалансировано, так утонченно, что вот это вот просто этим хочется дышать. Вот так это вкусно. Если бы у меня были ароматические палочки вот такого запаха, я бы их нёг, сжёг с утра до вечера. Просто вот это вот, это очень интересно. От всей души надеюсь, что это будет и в работе точно так же шикарно. Но пахнет это, ребята, ну великолепно. Великолепно. Ну и упаковано тоже. Видите, люди нетривиально подошли к вопросу и сделали вот такую баночку. И при всём при том, если вы не производитель, а всегда только покупали продукцию, то вы даже сном, ни духом, и знать не знаете, чего это стоит. Вот это 10 штук или 100 штук делать никто не будет. Это если заказывают, то заказывают большую партию. Только тогда это имеет смысл, потому что здесь достаточно приличный объём работы. И минимальную партию, если закажут, она будет столько стоить, вот эта баночка, что мыло будет в три раза дешевле. Поэтому это вот люди серьёзно заморочились, серьёзно сделали. И посмотрите, как у них это шикарно, серьёзно получилось. Молодцы. Молодцы. Из своего жизненного опыта знаю, что вот такие банки говно не упаковывает. И я вот ещё даже не пробовал, я уже понимаю, что это будет непосредственность. Это будет не серость. Это не будет какая-то серая уточка. Это будет что-то интересное. Понравится, не понравится, это уже другой вопрос. Но это уже что-то люксовое. Вот так это выглядит. А вот это, вот это меня не торкнуть, не впечатлить не успело, потому что как-то быстро всё распаковал и даже понять-то не успел. Шет-со-таке. Ну, давайте вместе посмотрим. Может быть, это самое главное, что... и опять пузырь. Но я знал, что у Петровса хоть чуточка на русской душе есть, потому что или один, или три. Два, но это не наш метод. Третий пузырь, ребята. Бам! Бам! Автошей! Да как упаковали! Да что б я так жил, а? Вы посмотрите. Банка, банка не удивили. Совершенно обычная. Много автошейев выпускается в такой банке. И у нас, и за рубежом. И украинские ребята вот в таких баночках тоже выпускают. Да. Ну, посмотрите, как это оформлено. Посмотрите. Ну, вот это да. Это я вам скажу. Сандала и... Индиана. Ладно. Это же те самые тона, которые я обожаю очень-очень сильно-сильно. Автошейев да побарба. Неужели? Ну-ка, ну. Ещё и крышку пиндюрили. Ребята, вот во всём этом наборе самое проблематичное в России и достать это вот такие крышки. Вот это говно вопрос. Пошёл, килограмм иди покупай. Вот это тоже можно найти. А вот это найти, я вам скажу, заморочиться надо. Блин, где-то у них там в Европе есть норка, где они это берут. Ух ты. Твою ж... Твою ж дивизию. Ребята, я не знаю, где взял вот это Петрос. И не знаю, где это дают. Но если где-то на каком-то повороте вы это всё сможете найти, вот такое вот. Ребята, берите, даже не думайте, потому что запах. Вот сандала Индиана в некоторой степени созвучны. Но тональности совершенно разные. Это что-то богатое. Это богатое... богатое солнечное помещение, богатая солнечная комната, где вы сидите на богатом, хорошем диване, и солнце бьёт со стороны под углом, и вы смотрите сквозь, как бы одна часть комнаты затемнена, другая светлая. И вот на этой периферии редкая-редкая пылинка пробегает, и когда она из тёмного царства переходит светлая, то самое, которое освещено солнцем, она начинает сверкать. Их немного. Но если ты неспешно будешь сидеть на диване и смотреть именно на это место, то ты увидишь, что одна, вторая, третья так пролетают, и так клубятся, и летают, и ты понимаешь, что это жизнь. Что она живёт своей жизнью, что это очень красиво, и что тебе ни хрена ничего не хочется делать, а просто сидеть и безмятежно наблюдать за броновским движением той самой пылинки, которую ты увидел в лучике солнца. Офигительный запах. Офигительный. Это не шепотреб по запаху. Это даже не средний класс. Я бы куда-то туда повыше взял. Вот такое настроение, оно шикарное дали. Вот. Вот это всё то, что было у Петроса. Петрос, огромное, огромное, огромное тебе спасибо за то, что ты не поленился, за то, что ты связался со мной в ВК, и за то, что благодаря тебе я сейчас могу показать кусочек твоей родины, кусочек твоей страны, Греции, нашим русским парням. Да и не только нашим русским корням, потому что парням, потому что канал смотрит более 43 стран, ну 17 основные, там остальные, там по одному, по два, по трое, ну по трое чаще всего, вот сидят и смотрят. И теперь во всём мире смогут узнать вот об этих замечательных вещах. Спасибо тебе огромное и вам, парни, спасибо за то, что были эти минуты со мной. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да и вам было здоровья. Пускай у вас всегда-всегда всё будет хорошо. Ну и до новых встреч. Совсем скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин